Диджей номер один и третий русский прорыв на запад после Тату и ПТК. Топ-40 Британии, девятое место в Голландии. Знакомьтесь, Леонид Руденко, диджей-министрер в саунд и один из самых успешных продюсеров в Европе. Леониду Руденко 23, и его ставят в Сетте Тиеста и Пол Ван Дайк. Он не соперничает с русскими диджеями. Его конкуренты Дэвид Гетто и Боб Синклер. Сколько стоит слава и в чем секрет успеха? Витя, скажи, пожалуйста, вот недавно делали материал по поводу Леони Руденко. Мне прям в камеру смотреть-смотреть, да? А Лене лично ничего не знаю, поскольку не знаком с ним пока еще. Комплименты. Видел только то, что видят все на телеканке. Конечно, можно сказать одно, что хороший, качественный продукт. А как добиться? Нужно иметь чуть-чуть таланта, много напора и хороший менеджмент. В мире не существует крупных брендов диджеев. Все они, в первую очередь, музыканты и продюсеры. Ведь никому не интересно прийти на человека, который крутит пластинки. Всем интересно прийти на человека, который является самостоятельной личностью. Мне нравится Лондон и Англия тем, что публика воспринимает что-то новое, воспринимает эксперименты. И рынок основной находится там, индустрия находится там. Поэтому этот путь для меня единственно возможный. Всего в топ-поте UK в этот момент было два танцевальных трека. Это Кит Худи, А, А, Эднайт, Дэйнайт и Руденко, Эврибадди. Песня Эврибадди без песни Destination и без западной истории в России бы не проканала бы. Кем бы из русских звезд ты бы поработал? Именно мусланд. Я очень сильно уважаю всех русских звезд, отдаю должное, но ни с кем. А из-за проживания? Большой список. Тимбалэнд. Джастин Тимберлейк. Бьёнси. Просто она упомочительная. Я вообще ее альбом за дырой заслуп. О, Лёня, ты такой классный, блин, такой классный. Говно он вообще. За него там таджики все пишут. В студии он просто богатый. У него родители богатые. Литимеры, да? Да, вот это я не люблю. Мне папа денег на шоу-бизнес не давал. Всем рекорд-компаниям русским принес свой диск. Мне никто не ответил. Кто же что-то там потырил. А можно ли назвать трусы с шапкой и ботинками модой? Вот трусы с ботинками точно не уверен насчет шапки. А трусы зачетные. О, что же ждет нас дальше. Я предсказываю, мне кажется, девчонки выйдут с крестиками вот здесь.